Важно, что предприятие работает, имеет перспективные заказы. До 2018 года имеет 2,8 миллиона гривен заказов. До 2020 года уже имеет ряд договоров и контрактов. Работаем для того, чтобы увеличить количество этих договоров. Поэтому предприятие достаточно эффективно работает. Эффект этой работы должен, конечно же, отражаться и на социальных гарантиях каждого из заводча. Мы действительно второй год подряд являемся первыми среди всех областей Украины по социально-экономическому развитию и по многим показателям. В прошлом году мы сделали работу над ошибками и посмотрели, где мы можем усилить наши стороны. Если в прошлом году по пяти показателям мы показывали наивысшие результаты из 12, то в этом году уже из 7 показателей из 12 мы выходим на передовые позиции. Это не предел. И важно, чтобы статистика и рейтинги отображались на жизни и каждый харьковчанин чувствовал эти изменения. Поэтому ездим по предприятиям и по промышленному комплексу, изучаем возможности, увеличиваем социальные гарантии, будем также привлекать международные инвестиции и международное сотрудничество развивать, будем и в дальнейшем развивать собственную международную инфраструктуру для того, чтобы привлекать как можно больше бизнеса. Есть договоренности предварительные и с новым бизнесом, который готов приходить на территорию Харьковской области. Это длительный процесс, который требует большой работы, системной, долгой. Однако есть перспектива, есть уже конкретные результаты. В 2016 году мы привлекли в 10 раз больше инвестиций, чем в 2015. А иностранные инвестиции – это тоже экономический рычаг для активизации экономики в области. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем, если каждый будет на своем участке работы предпринимать максимум усилий для того, чтобы активизировать экономическую деятельность, мы со своей стороны, как областная администрация, безусловно, поддержим и создадим все необходимые условия для того, чтобы бизнес развивался. По итогам визита Юрия Александровна мы поднимем заработную плату в течение года до 20% накопительно. Хочу отметить, что в прошлом году мы также повысили заработную плату до 20%, тем более, что такая задача была нам поставлена в прошлом году президентом Украины Петром Алексеевичем во время визита на предприятие. Сегодня такую задачу нам поставила Юрия Александровна, общаясь с трудовым коллективом турбостроителей. Если говорить о перспективах загрузки, то прежде всего мы имеем полную загрузку текущего года, мы имеем фактическую загрузку следующего года и работаем над контрактами до 2022 года. Благодаря тому, что мы имеем очень тесную координацию с областной государственной администрацией, нам удалось уже в этом году привлечь в основном к нашим заказам украинских энергетиков. Вот мы на сегодняшний день отгружаем в основном в Украину, это Лук-Гидроэнерго, это Нак-Энергоатом, это в том числе тепловые станции, это именно координация кабинета министров по министерствам, которые нам помогают проводить областная государственная администрация. При этом мы активно работаем над экспортным потенциалом, в ближайшее время будет, мы постоянно в командировках. Вот вернулись в Болгарии, в Финляндии, на следующей неделе улетаем в Казахстан, Узбекистан, та же Болгария. И здесь уже работает авторитет Турбатома на мировых рынках. Наши заказчики не сомневаются в том, что все принятые обязательства Турбатома будут выполнены, они выполняются безусловно, и мы имеем хорошую перспективу на ближайшие годы. Продолжение следует...